Ю-Ху! Ю-Ху! Покушали мы. Покушали мы. Повозмещались мы. Почитали. Посмеялись. Почитали, посмеялись. Мы сначала покушали, потом мы доделали рецепт, потом мы повозмущались. А потом сели, говорю, давай кофейка отяпнем с этим. Ну, с молочком. Кстати, ты что, молоко сегодня утром купим? Да. Да ты что? Я, представляете, вчера молоко, а сгущенка закончилась. Я думала, такая, утром просыпаюсь. Думаю, ну все. Я заметила, но я так его сорвала, что забыла даже тебя поблагодарить за то, что ты купил утром сгущенку, пока я спала загоняла, сгущенку купил. Так вот, и это же комментарий давай читать. Мы против Солнца снимаемся, поэтому я не понимаю, что там оно видно, что не видно. Да нормально все видно. Думаешь? Короче, хотела сказать спасибо девчонке. Я же говорю, что у наших обострение началось, видимо на полную Луну. Да сто пудов. Этих всяких писак, любимых наших, которые типа нас не смотрят, но знают все прям подробности, блин. И прям чуть ли не у нас дома были, чуть ли не спали на наших детях. Чуть ли не живут с нами. А, чуть ли не живут с нами, да. И все, рядом. Да, пишут, что типа лично нас знают, да никогда бы в жизни я в свой дом не впустила человека какого-нибудь. Смотри на матреху. А, играется мышкой. Словила мышку и играет. Маленькая. Доброю вам показать. Все, все, все. Я думаю, что она уже с остатками мышки играется, потому что она ее давно тянула куда-то. Прикратила. Я говорю, она подкидывает ее и ловит. Да, 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 балуется. Обалдеть. Рэм, перестань. Упери, мальки. Короче, играется, да. Как котенок. Так вот. Я же говорю, что это самурак. Девчонки, спасибо вам большое, кто нас защищает, кто... Я уже вижу, что вы тоже с приколами ей пишете, потому что, я же говорю, с такими людьми, наверное, разговаривать, наверное, серьезно как-то вообще смысла нет, да? Не, ну а так прикольно, повеселили, е-мое. Сами повеселились, нас повеселили. Да, да, да. Потому что с ними серьезно разговаривать нет смысла. Уже себе, знаете, как я же говорю, уже так зарекомендовали себе эти несколько там дамочек. Уже прямо, ну, видно, что люди просто, я не знаю, то ли они нас так ненавидят, что аж любят, то ли наоборот так любят, что аж ненавидят, знаете. Я же говорю, это кошмар какой-то. Ну, я же, вернее, никого удалять не буду, пускай пишут. Вот, и вам веселее. Но они вроде никого не оскорбляют, да? Да. По крайней мере, перестали, потому что те, которые действительно оскорбляют, там, вот конкретно оскорбляют, то я таких не держу на канале, я их блокирую. Нет, таких сразу будем блокировать. Да, это, как я сказать, маты всякие там и все остальное. Если вдруг, дело в том, что получается как? Мы видим комментарии только, которые вот непосредственно сразу же, да? На которые мы еще, да, не отвечали. На те комментарии, которые мы ответили, они уходят вниз, и мы их не видим. И о чем вы дальше там переписываетесь? Ну, переписываетесь. Мы их теряем. Мы их теряем, мы их даже не читаем. Вот, мне просто в этот, как его, господи, в WhatsApp написала подписчица, говорит, вы видите, что у вас там за этот беспредел творится на канале? Я говорю, а что там творится? Вот, оказывается, мы просто уже где-то что-то отвечали, и, видимо, эти комментарии пошли ниже. Как зашли, как мы хотели читать. Не, ну, вроде таких прямых оскорблений вроде бы нету, поэтому ничего удалять не буду. Вот, потому что там мне одна тоже писака говорит, что вы удаляете мои комментарии, что вы удаляете? Я говорю, господи, научитесь вы вылаживать комментарии с телефона, и все будет нормально. А, спам закинула? Не закидывала в спам, нету? Не, один был в спаме, поэтому она написала, а удалили. А, да? Да, да, да. А, я не видела, что кто-то в спаме был. Один в спаме был. Дело в том, что если, еще раз говорю, если где-то какой-то мат, или ссылка, или что-то такое вот это, автоматически забрасывается в спам. Да. А мы уже решаем, одобрить их или нет? Да, или удалить. Дело в том, что я же говорю, что просто так беспричинные комментарии никакие не удаляю, если толкоматы, или же ссылки, или же прямая реклама, там, допустим, ни слова, ни полслова, тебе не здрасте, ни пока. Подписывайтесь ко мне на канал, у меня интересно, например, да? Да, да. Или тупо там, заходите ко мне на канал. Да. Ну, типа вот такого вот. То оно, конечно, все удаляется. Мы так никогда не делали. Ну, по крайней мере, да. Хотя бы познакомьтесь, что ли, с нами, да? Напишите, меня там зовут Ту-Ту-Ту-Ту. Я там молодой блогер. Да. Там, допустим, ну, написать, что, допустим, я только начинающий, мне тяжело, не удаляйте меня, например, пожалуйста. Да, помогите развиться там, или так. Понимаете, кто в наглую пришел, е-мое, все ко мне на канал, блин. Здрасте, приехали. Такое бывает, конечно. Порадовал только что тоже коммент по поводу такого. Что? Вы в 7.30 называете раненько встали? Да. Ну да, я раненько в 7.30 встал. Ложишь мне подрываться в 5 утра? Нафига оно мне надо? Зачем? Куда спешить? Не говорите. Я же говорю, я... Ну, поздно ложимся, товарищи. Да не в этом дело, я просто не живу ради огорода, чтобы в 7.30 или там, ой, господи, в 5 утра там уже жопой кверху стоять. Ну, не люблю я вот это выходить и утром сразу в болото залазить в этот огород. Какое болото? Ну, не в болото, пыль, грязь и все остальное. Если идти на огород, то там надо что-то делать, а не просто пришел, посмотри, я ловил. Жигей, смотри, давайте покажу вам. Бегом, 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 бегом. Вот это да! Он разворачивается, смотри, что низко и разворачивается. Да. Боком летит. Вот это да! Вот это с нашего аэропорта. Самолет! А, блин! А, блин, как он прям разворачивался. Как дети, ребята, ей-богу. Ну, а шо мы, и шо мы, они дети, че шо? Не знаю, я люблю самолет. А я люблю просто от дураческого. А шо не подурачиться, я не могу понять. Вот видите, как бы мы не сидели на лавочке, работали, мы бы не увидели самолет. Это вот, это первое. А если бы мы не сидели на лавочке, не разговаривали, шо бы мы высмотрели. Честное слово. Я говорю, огород никуда не убежит. В 6 утра я не согласна стоять там раком, блин, на том огороде. Нафига оно? Ноги в росе, болото месишь. Ну, допустим, я не делаю так, почему? Я не говорю, что кто делает так плохо. Просто некоторым нравится больше утреннее время. Я люблю работать вечером. Ну, понятно, что комары это тоже не очень хорошо. Но мне, например, вечером круче работать, потому что утром роса. Там вот это лазишь по этим помидорам, чипочем там лазишь, допустим, да. Например, ноги замочил. Потом приходишь, ноги мало того, что замочил, так еще нацеплял на себя кучу земли. Перестирай, не перестирай постоянно. Да и вообще, что я должна утром пхаться на этот огород? Я же не работаю. Если бы, ладно, если бы я работала, и мне там надо было уже на 8 быть на работе, да, или там на 6 надо было быть на работе, я бы вставала. Раньше я работала. Я проработала до скольки? До 27 лет проработала. Не знаю. 27, 28, 30. Нет, до 30 лет я проработала, девочки и мальчики. Работала не на одной работе. Бывало так, что сразу на трех работах работала. Поэтому я свое от вставала очень раненько и все остальное. И работа была разная. И легкая, и нелегкая, и какая угодно. Да не говори, что мы здесь уже, извини меня, на это самое, на вставались, на делались. Нет, мы раньше, допустим, когда у нас большое хозяйство было, то мы тоже рано вставали. Конечно. Ну 5, конечно, мы не вставали. Нет, нет, ну 6 это стабильно. Я вставал, я не знаю, года 4 подряд. Ну то есть, во сколько бы я не лег, я в 6 утра уже на ногах. Даже когда у нас корова была, то мы раньше, чем в 6 вставали. Да, с коровой, да, раньше надо было. Потому что ей в 6 уже надо подоить и вывести. Да, а помыть сначала. А да, еще помыть. Потом подоить, а потом вывести. А потом управлять кучу поросят, блин, а королей, курей и так далее. Так что и мы заслужили вставать не в 6 утра. Каждый, ну, ребят, это, да. Каждый себе... Под свой график подстраивался. По свой график подстраиваться. Кому как надо. Ты никогда на работу не ходил прямо рано, рано, рано. Твой крайняк это был 9 часов. Да. Он работал всю жизнь сам на себя. Нафига ему пхаться на работу в 7 утра. Не говорить. Тем более, когда меня там никто не ждет. Никто не ждет. Не, ну, он имеет в виду не в этом плане, чего никто не ждет. Он пришел на работу. Тем более, когда меня никто держит. Ты неправильно камеру держишь. Не, ну, а кто мне там, е-мое, кому надо, чтобы я туда приперся на 9. Не на 9, на 6. На 8, на 6 вообще, ребята. Ну, то есть, человеку нужно, чтобы я работал. Да, чтобы ты сделал объем работы. Чтобы я сделал объем работы. И чем больше, тем лучше. То есть, мне было удобно там даже на 10 приезжать и... Ну, уезжать позже. И уезжать позже. Там в 6-7 вечера. Я даже в 10 часов вечера домой приезжал. А, да. Если что, если надо было что-то подогнать, вот... Я понимаю, что и мне надо, и заказчику надо. То есть, я встал себе и фигачу, понимаете? Да. То есть, ну, блин, по-разному все было. Ой, сейчас я сижу тебя поддакиваю. Это, это, как на, как... Кому там, Роману, да? Масло по ушам. Я поддакиваю. Не Николай поддакивает. Я сегодня в роли... Да, да, да. Да, сижу, поддакиваю. Так что, да. Такие ребята дела. Разные, разные, блин. Что, мы уже богато чего такого... Да я считаю, знаете, что... Пережили. Я считаю, что... Мы вот многое в жизни увидели. Мы многое пережили. Мы где-то гнались, как ненормальные лошади, да? Ты не говори. Бегали, как белки в колесе. И, короче, изнеможали себя этой работой. Ну, можно так сказать. Потому что бывало такое, что, я же говорю, как упрягся, блин. Два-три объекта вместе, да? Не говори. Это вообще была жопа, блин. Потому что день я, день я, день я. А когда потом поняли, остановились на секундочку... Ну, во-первых, моя болячка подломила, да? Да. Моя болячка... Субтитры подогнал «Симон»!